70 машин было с района Астаны. 70% машин? Ну где-то так, да, 70% машин. То есть большая часть это приезжие машины? Да, приезжие машины. А с чем это связано? Шубаркуль перестал поставлять уголь в Астану? Ну, честно сказать, я вот этого не знаю, что... Ну, знаю, что проблема была в Астане, но вроде сейчас там все это решилось. Ну, Шубаркуль поставляет уголь в Астану? Ну, как я слышал, да, поставляет. Ага. И были вопросы по поводу цены угля. Вот сколько у вас он стоит? Мы продаем по 11 тысяч. Насколько вообще выросла цена с прошлого года? Там прям большой шкачок? На тысячи дня. Ну, то есть не так много. Ожидаете завтра машины? Очередь? Может быть, у вас записывались люди в очередь? Ну, в принципе, какая-то потребность в любом случае есть, но такого большого наплыва, я думаю, не будет. Потому что сегодня ни одной машины уже нет за вратами. Можно сказать, что пик уже пройден? Ну, вот сам у вас спроса вот этого ажиотажного? Ну, именно вот этот ажиотаж, я думаю, он пройден. А так, в принципе, потребность она все равно будет. Ну, вот вам на базу планируется ли поставлять уголь в достаточном ли количестве в ближайшие дни? В данный момент мы ожидаем нормальное количество вагонов, которое также поможет нам избавиться от этой очереди. Ежедневно к вам поставляются вагоны? Ну, вот сейчас усилилась, сейчас, да, ежедневно. И отгрузку вы ведете до тех пор, ну, до последнего клиента, грубо говоря? Да, в принципе, чтобы все ехали довольны. Сегодня вы сколько закончили отгрузку? Ну, в принципе, моя последняя машина ушла примерно, наверное, в районе полседьмого. Ну, она и то приехала, это уже никого, никто не работал, никого не было, в принципе, мы ее загрузили.